Вот эта рожа, посеянная у нас в феврале месяце. Апрель месяц, сегодня у нас 13 апреля. Вот где-то больше 10-15 см где-то вот эта рожа. Сейчас мы запустим кур, и они у нас поклюют буквально за день-два, и не будет здесь ничего. Вот они идут в тепличку, в одной они уже поели теплицу, съели. А сейчас мы гоним их. Но у нас куры в этом году, конечно, весной страшные, и мы даже не знаем, что за причина, почему они щипят друг друга, сбалансированный корм им даем, витамины всевозможные, какие только есть. Кто бы нам посоветовал, что с нашими курами? И почему щипят они друг друга, мы так и не можем понять. Таких у нас еще кур не было. В чем причина, сами не знаем. Но на яйценоскость это не отражается. Они просто молодцы. Я их всегда хвалю. Сначала говорю, что вы страшненькие такие стали. В то же время говорю, вы молодцы, умницы. Всю зиму неслись. Яйца были всю зиму у нас, и весна. И, как говорится, мы очень своими курами довольны. Даже очень хорошие. Все четыре породы, вот у нас кур, и все яйценоские, и даже хорошо несутся. Молодцы, курочки. Ну вот кто бы нам еще подсказал, почему они щипят друг друга, вот это бы, конечно, нам было бы по помощи. Мы же у кого только не спрашивали. Никто не может нам ответить, в чем причина вот этой, что они щипят друг друга. Мы вели учет, кур в январь, февраль, сколько у нас вот 12 кур, и сколько снесли они яйца. Единственное, что вот, конечно, хохлатки, голубые яйца, они неслись у нас через два на третий день только. А остальные, фигурные, хайсеки, доминанты, неслись у нас молодцы. Просто прям молодцы. Неслись каждый день. Всегда, каждый день, входило 10, у нас 10 зимой, 10-9, сейчас весной 10 и 11 бывает. Нельзя на кур, конечно, говорить, что они страшные, пристрашные, но по яйценоскости куры наши просто молодцы. Сколько вы там снесли, давай посмотрим. У нас 12 кур, и мы каждый день забираем по 10 яиц. 10-11. Вон, она еще пошла одна нести с ним. Вон он, видишь, сидит. Вот она. Сидит в гнезде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...